В Москве к участникам акции памяти Алексея Навального приходит полиция. Об этом мы поговорим с политиком Дмитрием Кутковым. Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую. Зачем они приходят после акции? Чего они хотят добиться? Я думаю, что они запугивают в преддверии 17 марта. Им важно показать, что они всех отслеживают, что у них камеры работают, пишут. И у них есть возможность потом по видеокамерам найти кого угодно, где угодно. То есть идет просто банальное запугивание, потому что больше всего они боятся вот этой акции «Полдень против Путина». Ее же вся оппозиция поддерживает. Они же прекрасно понимают, какая это будет картинка, если в 12 часов, в полдень, 17 марта образуются огромные очереди на избирательном участке. Потому что для всех будет понятно, что это люди, которые пришли против Путина и против власти. Поэтому им нужно сейчас продемонстрировать, что они все готовы переписать и всем готовы создать проблемы. Очевидно, что всех они не смогут арестовывать, задерживать. Просто это такая обычная, такая устрашительная акция. Но, откровенно говоря, придут люди в полдень, они пришли на выборы, это их кодекционное право. И вроде бы как наоборот, власть призывает приходить на выборы. Что им предъявят-то? Да нет, я не знаю, что им предъявят после выборов. Я считаю, что как раз ничего. Но у них задача, чтобы они не вышли. Потому что, в конце концов, люди пришли на похорон Навального. А чего? Такого они сделали. Тоже ничего. Но если к ним приходит полиция, у них же задача какая? Что мы сейчас об этом расскажем. Что сейчас все, кто собирается выйти 17 марта, подумают, а зачем выходить? Все равно мы на выборы никак не повлияем. А потом к нам придут, меня уволят или меня посадят. Или возьмут, так сказать, поставить за мной какое-то наблюдение. Возьмут на карандаш, что называется. И, в общем-то, 2-3-4 кейса, когда к людям приходят сотрудники полиции. И об этом уже знают десятки, а может быть и сотни тысяч. Дмитрий, мы с вами поговорим еще про 17 марта. Я просто хочу вас спросить, на ваш взгляд, насколько на Западе заметили вот этот выход россиян на похороны Алексея Навального, несмотря на все те угрозы, несмотря на все те сложности, которые власть создавала? Ну, судя по комментариям политиков, министров, бывших послов, Майкла Макфола и многие другие, которые публикуют как раз эти кадры, конечно, заметили. Но они, честно говоря, заметили даже выход людей подписываться за надеждами. Потому что это я конкретно обсуждал на Мюнхенской конференции, и не только, и на других встречах. То есть очереди людей, которые в знак протеста пришли подписаться за выдвижение Надеждина, вот просто бесследно не прошли. Все прекрасно увидели, что Путин объявил 3 миллиона, но никто не видел никаких очередей, никаких людей за него. А здесь вот 200 тысяч за одну неделю вышли. Я, честно говоря, даже это рассказывал на разных встречах. А на что это влияет? На что влияет то, что западные политики видят, что действительно в России есть очень большое число людей, которые не согласны с политикой Путина, не согласны с тем, что Россия ведет войну? Потому что многие из них сомневались, а действительно ли у Путина 90% поддержки, и вся страна за войну. Здесь они увидели, что это не так. Я не знаю, насколько это быстро повлияет, но, по крайней мере, нам гораздо проще будет теперь защищать интересы россиян, и тех, кто остался, и тех, кто уехал. Вот, посмотрите, пожалуйста. Кто говорит, что у Путина там 100% поддержки? Это не так. Где очереди за Путина? Где очереди за любых других политиков, участников президентской гонки, которые поддержали войну? Нету никаких очередей, нету людей. А за Навального вышли, да, за Надеждина вышли. Я имею в виду, за Навального, в смысле, на похороны вышли, несмотря на угрозы, запугивания. Много людей было, и они продолжают идти. Я вот сегодня с утра видел тоже кадры людей, которые пришли с цветами. Потом могила Навального, да, где цветов столько, что там уже и креста не видно. Это тоже все эти фотографии облетели страницами мировой прессы. Это все очень важно. Это все, я надеюсь, увидело огромное количество людей. Дмитрий, как вы оцениваете резолюцию Европарламента в связи со смертью Алексея Навального? Я понимаю, что над ней все смеются. Что, мол, ну, подумаешь, в очередной раз нахмурили брови. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это важный шаг. Вот, понятно, что это слова. Ну, Европарламент может публиковать слова, может принимать какие-то законы, да, но в основном рекомендации. И резолюция Европейского парламента – это, в принципе, ну, важный документ, который, по крайней мере, услышат в парламентах и правительствах всех стран Европейского Союза. То есть это то, с чего в любом случае нужно начинать. Поэтому я уверен, что это повлияет и в том числе на процесс, ну, хотя бы на дискуссию, признавать выборы легитимными или нет. Дмитрий, а что, на ваш взгляд, сейчас изменилось в судьбе политзаключенных в России? Насколько сегодня этот вопрос важен для европейских и американских политиков? У меня есть надежда, что с убийством Навального они, наконец-то, осознали, что они должны предпринимать больше усилий для того, чтобы вытаскивать политзаключенных. И, собственно, на Мюнхенской конференции я и Хондарковский, и Каспаров, мы как раз провели очень много встреч там в кулуарах. Мы встречались и с политиками и дипломатами, там, Германией, Францией, Соединенных Штатов Америки. Мы как раз рассказывали про Кейск, Крамурзы и про других политзаключенных и объяснили им, что может быть дальше с ними, если сегодня не будет найдено какое-то решение вызволить их из плена, по сути, да, можно так сказать. Ну, посмотрим, какая будет реакция. Потому что очень технических, юридических там тонкостей проблем. Ну, все, что можно было сделать, мы сделали на этой конференции. Дмитрий, а по вашим данным именно, да, насколько действительно какие-то переговоры об обмене Алексея Навального велись и насколько действительно такое могло состояться буквально чуть ли не в эти дни? Я не знаю, на какой стадии это все было, но, безусловно, такие разговоры велись. Лично я сам их вел с некоторыми политиками. Правда, насколько я понимаю, с этим Красиком было очень много проблем. Да, и Германия не хотела его выдавать, ну, потому что, ну, человек совершил преступление, он убийца. Да, и если ты выдаешь убийцу Путину, ну, это значит сигнал всем остальным потенциальным убийцам, что можете спокойно совершать преступление, мы вас позже в любом случае вытащим. Вот именно такая была проблема. Дальше я не знаю, на какой все это стадии остановилось, вот, но раз так говорят представители ФБК, то я не вижу смысла с ними там спорить. Если говорить о Юлии Навальной, которая тоже выступала, в том числе в Европарламенте, для вас сегодня ее фигура что означает? Понимаете, я не хочу рассуждать как политолог, я знал лично и Алексея, очень хорошо и близко общался одно время, вот, и Юлю, они были на моей свадьбе, поэтому для меня это все-таки люди, с которыми я лично всегда общался. Поэтому, когда это все произошло, безусловно, я сказал и написал лично и публично, что Юля может на меня рассчитывать. Вот, и безусловно, конечно, у нее сейчас есть возможность встречаться на самом высоком уровне, если нужна какая-то помощь, поддержка, то я готов, безусловно. И мне кажется, сейчас время объединять усилия и как бы отказаться от каких-то конфликтов, разногласий, хотя у меня лично ни с кем нет разногласий, конфликтов, я говорю в целом, да, про российскую оппозицию, российскую миграцию, потому что надо вместе решать массу всяких разных проблем, и тех, кто уехал, которые остались, ну, в общем-то, с одной стороны, в России преследуют, с другой стороны, бюрократическая машина, там, разных европейских стран им не дают возможности легализоваться никак, вот, и все эти вопросы надо решать, и решать надо вместе, тогда у нас все получится. Вчера у нас в эфире был Максим Кац, который сказал, что смерть Навального стала таким мощным психологическим ударом по всем, кто против Путина, что, в общем, из него довольно сложно выйти, что сейчас, в общем, время очень тяжелое для российской оппозиции. И, в общем, даже вот это количество людей, которые пришли на похороны, его как-то, в общем, не переубедило, что ли, да, в этом мнении. А как вы считаете? Мне кажется, с этим просто спорить глупо и неправильно. Конечно, это удар по всем, по всем, кто политикой занимается, и кто не занимается, особенно по тем, кто в России остался. Потому что, ну, люди возлагали большие надежды на Алексея. Вот, и совершенно очевидно, что многим пришлось расстаться со многими иллюзиями, вот, но, в принципе, вообще пора бы с иллюзиями расставаться, потому что у нас всегда, знаете, надежда. А вот кто-то за нас что-то сделает. Но не бывает такого. Да, только все вместе, да, есть лидеры, есть политики, есть люди, которые больше рискуют. Но если нету критической массы людей, готовых действовать, то, к сожалению, за свободу и за все остальное приходится вот платить такой ценой. Возвращаясь теперь к 17 марта, Дмитрий, на ваш взгляд, вот эта акция «Полдень против Путина», насколько широко о ней удалось рассказать? Насколько, на ваш взгляд, все потенциально, россияне, которые потенциально могут принять участие в этой акции, они оповещены? Ну, я думаю, что все еще впереди, потому что призыв к конкретному действию именно в последние выходные, даже не хочу сказать, не выборы, конечно, это, да, но имитация выборов, на которые запланированы, начинать нужно прям вот такую мобилизацию, ну, где-то за неделю. А так, про эту акцию все знают, и Навальный ее поддержал, и Кац, и Хонарковский, весь антивоенный комитет, все антивоенные организации, так что здесь никаких нет разногласий. Здесь можно там спорить, за кого голосовать или не голосовать, или портить бюллетень, но мне кажется, что сейчас самое главное, чтобы люди вышли и оказались вместе, да, вместе в одно время. Но, Дмитрий, а как вы будете голосовать на этих выборах? И как, в смысле, за кого, и как, в смысле, физически, вы пойдете в посольство? Я не буду голосовать, потому что мне не за кого голосовать. Но при этом я не буду никого отговаривать голосовать, если кто-то там захочет поставить галочку там за Дованкова или за кого-то еще. Это, на мой взгляд, не имеет значения. Я мог бы, наверное, проголосовать за Надеждина, это мой, наверное, такой последний компромисс. Ну, далее нет. Поэтому я просто, наверное, выйду и постою с людьми, поскольку, я знаю, что очень много сторонников бойкота выйдет, а бойкотчики точно заходить никуда не будут, но они выйдут и будут стоять рядом со всеми остальными, для того, чтобы продемонстрировать массовость. То есть вы, по сути, Дмитрий, перекочевали в лагерь сторонников бойкота? Нет, я сторонник участия, просто в данном случае не имеет значения, поставишь ты галочку или не поставишь. Одно дело, если бы была какая-то интрига, например, отправить кого-нибудь во второй тур и так далее, ну, я же прекрасно понимаю, что здесь никакого второго тура быть не может. Путин все равно выйдет, так сказать, с табличкой 86 или сколько там процентов. Поэтому здесь мы можем только бить по легитимности, а бить по легитимности можно с помощью очередей. А потом, ну, что значит, бойку нет, я сторонник участия. Я таким образом буду участвовать. Ну, вы возьмите, проголосуйте сразу за нескольких испортить бюллетень. Не испортить бюллетень. Это как вариант, да, как вариант. Да, можно испортить бюллетень. Я имею в виду, что я не буду за кого-то из кандидатов голосовать. Ну, в общем, Дмитрий, то, что вы политик, политик, который на слуху, который был в Государственной Думе и так далее, вот сейчас, за пару недель до выборов, по большому счету говорит, что стратегии нет, вы фиксируете тем самым, что, в общем, не удалось об этом договориться? Наоборот, как раз удалось договориться. Потому что стратегия – образовать очередь. Вот она, стратегия. Это самое главное сейчас. Главный счет на табло мы не изменим, и на это повлиять мы никак не можем. Там нарисуют, сколько нужно. Можно испортить бюллетень. Я бы испортил бюллетень, я буду, на самом деле, определяться, насколько безопасно появляться в посольстве. Это же территория Российской Федерации, где тебя могут арестовать. А меня уже я заочно арестовала. Они, в принципе, обязаны арестовать меня. Это единственное будет только ограничение. А, конечно, да, портить бюллетень я не согласен, но голосовать за кого-то из кандидатов – нет. Я это имел в виду. Поэтому я не сторонник бойкота. То есть игнорировать не нужно. Надо использовать этот момент для наибольшей турбулентности, для этого режима. Но самое главное то, что сегодня представитель разных стратегий, главная идея в том, что все стратегии объединились в одну акцию. Называется «Полгин против Путина». Это продемонстрировать массовость. Люди вышли за надеждой, подписались. Их подписи были признаны недействительными. Надежда не зарегистрировали. Но, тем не менее, политическая акция состоялась. Да, 230 тысяч человек вышли. И это была форма, так сказать, демонстрации протеста и несогласия с Путиным, с войной. Здесь то же самое. Забойкотка, испортишь бюллетень или голосуешь за Дованкова. Да ради бога, я не хочу ни с кем спорить. Кто из них прав? Потому что мы никогда не договоримся. Это вечная дискуссия, вечный спор. Дмитрий, вы сказали о том, что интриги нет никакой. Но, вы знаете, я просто вижу, наблюдаю это и правда чат. В том числе, есть люди, которые говорят, что интрига есть в том, чтобы Дованкова вывести на второе место, например. Таким образом показать, как много людей готовы за антропоморфного кандидата, который хоть как-то так или иначе говорит антивоенными лозунгами. Поставить его на второе место после Путина. Максим, я прекрасно знаю аргументы со всех сторон. Мне интересно услышать, что вы отвечаете на эти аргументы. Ответ очень простой. Если вы хотите так действовать, ради бога, увидимся в очередях. Ну, какой смысл? Я просто знаю аргументы с другой стороны. И они все аргументы работают. А какие аргументы с другой? С другой стороны очень простые. А что нам Дованков? Он представляет партию, которая поддержала войну. Он не делает никаких антивойных заявлений. Он там какие-то полунамеки. И, значит, какую партию представляет? И кто там? Я забыл, как этого артиста, который там выходил на все эти акции в поддержку СВО и так далее. Понятная партия? Да, это даже не Надеждин. И еще к Надеждину, на самом деле, у Байковчиков было много претензий. Хотя бы Надеждина, там, я лично знаю. Я понимаю его взгляды. Он ниоткуда не возьмись взялся человек, который в политике давно и понятно против войны, либеральных взглядов. И он там на похороны Навального пришел. Ну, то есть, он хотя бы что пытается сделать. А вот его типа не пустили, а давайте за Дованкова. Это такой аргумент. Я не считаю там какой-то аргумент лучше, какой-то хуже. Я говорю, ребят, хватит спорить, встречаемся вместе на избирательных участках, потому что мы все все равно хотим, чтобы закончилась война, чтобы сменился режим, а наши разногласия в тактике сейчас не имеют значения. И более того, ну, есть еще аргумент, вы проголосуете, а посчитаете по-другому, ну и так далее. Ну, просто какой смысл по кругу это все повторять? Все. Мы встречаемся в 12 часов у избирательных участков, у посольств, у консульств. И каждый, что хочет, пусть кто-то делает. Вот кому какие аргументы больше заходят, пусть так и делают. А зачем мне сейчас с кем-то спорить? Тратить время на вот эти вот выяснения, кто, чьи аргументы круче, чьи аргументы более убедительны, не имеет значения. Главное, что мы вместе все собираемся. И в этом стратегия. Дмитрий, а последний вопрос. Что будет после марта? У меня будет зависеть от того, сколько людей выйдет. Если действительно удастся нам нанести какой-то урон этой путинской легитимности, то Путину сложнее будет мобилизацию возобновить. Путину сложно будет доказать своим собственным элитам, гражданам, тем более Западу, что вот он пользуется популярностью, потому что все будут судить по очередям. А дальше хреном узнают, что будет. Но если народу выйдет много, то что-нибудь обязательно будет, может быть, не сразу после марта, в апреле, в мае. Но это все равно повлияет на траекторию развития. Как? Понятия не имею. Как угодно может повлиять. Ну, по крайней мере, если люди не выйдут, значит, болото останется болотом, будет объявлена мобилизация. Элиты никогда не дернутся против Путина. А на Западе будут считать, что вся Россия сплотилась вокруг военного преступника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова